В минувшую субботу в городском поселении Апрелевка состоялось одно из самых красочных событий февраля. Военно-историческая реконструкция событий Отечественной войны 1812 года. У деревни Афинеева в этот день развернулись настоящие сражения. В бой шла пехота, артиллерия и кавалерия, как русской, так и французской армии. О том, как в 2015-м вновь гнали Наполеона, расскажет наш корреспондент София Видалкина. На некоторое время здесь можно было даже выпасть из реальности, мысленно переместившись в 1812 год. Сцена разгрома разрозненных соединений армии Наполеона в тот самый момент, когда он отступал от Москвы, в исторической реконструкции на поле в деревне Афинеева воспроизведена максимально точно. Постановка боя с участием пехоты, артиллерии и кавалерии русской и французской армии представлена широкой публике именно на территории городского поселения Апрелевка уже во второй раз. В прошлом году проект исторической реконструкции дебютировал и, как видно, весьма успешно. Ко мне обратился молодой человек, который здесь у нас держит небольшую конюшню с предложением, а почему бы нам не провести вот такое вот мероприятие, как разгром войск Наполеона, которые отступали после того, когда, так сказать, захватит Москву. Мы с этим человеком пообщались, я дал согласие, мы оказали и материальную, и моральную, а также и информационную помощь в организации первой исторической реконструкции, нашли общее понимание с этим молодым человеком, с Андреем. Мы сегодня уже проводим второй раз это мероприятие. Почему второй раз? Потому, когда на отчете своем перед населением я высказывался, вернее, отчитывался перед людьми, было сказано, что людям это понравилось, а мы, если людям что-то нравится, мы обязаны это повторить. Поэтому мы постараемся сделать это мероприятие традиционным. Бородино летом, Апрелевка зимой. Почти час внимания сотен зрителей было приковано к зрелищному действу, в котором развернулась самая настоящая схватка с пальбой из пушек, рукопашным боем и реалистичными спецэффектами. В этом году участниками реконструкции стали сразу девять клубов, которые поэтапно восстанавливают самые мельчайшие детали, как самого сражения, так и внешней атрибутики армии тех времен. Клуб наш небольшой, в общем-то у нас пять человек, это расчет артиллерийского орудия, который представлен сзади. Регулярно участвуем в мероприятиях, которые проводятся в военно-историческом обществе. Это Бородино, половинный солдатик. Также выезжаем на фестивали за границу, Аустерлиц, Ватерлова, ну и так далее. Клуб существует четыре года, расширяемся периодически, так сказать, то есть, ну, надеемся и дальше участвовать. На нас мундиры Великой армии, да, это гвардейская конная артиллерия, ну, кроме этого у нас еще и русская конная артиллерия, мы тоже пошиты, и пехота у нас 24-й легкий полк французский, и второй у нас это московские веренадеры и батальон Екатерина Павловна. То есть мы своим клубом можем маленькие фестивальчики устраивать, что, собственно, мы и делаем в Тверской Ивановской области. Судя по количеству собравшихся, многие не прочь посмотреть на бой, который сейчас возможно увидеть разве что в фильмах. К тому же в этот день на поле развернулись самые настоящие зимние гуляния с выступлением местных артистов, закусками и горячим чаем. Впервые на подобном событии побывал и глава района, которому сразу же поступило предложение вывести реконструкцию на районный уровень. При этом есть историческое событие, можно послушать о том, как это было, посмотреть какие-то сценировки, театрализированные постановки, представления различных сцен, событий из нашего прошлого, совсем недалекого, кстати. Так что я думаю, что это очень такое позитивное и правильное, созидательное мероприятие, которое надо, конечно, развивать уже, видимо, на уровне района. А бой тем временем закончился со всем известным исходом и соответствующим победе настроением. И это, пожалуй, единственное сражение, от которого все, без исключения, получили максимум удовольствий.